Живопись, плакаты, подделки, всего более 400 работ. Новая выставка в историко-культурном центре, посвященная Году экологии, объединила преподавателей и учащихся детских школ искусств, образовательных учреждений и творческие коллективы, которым не чужд вопрос сохранения природы. Эта выставка призвана показать неповторимость красоты нашей природы и призвать к тому, чтобы люди ее хранили для своих детей, для своих внуков. Почти все 220 участников выставки пришли на торжественное открытие экспозиции. От мала до велика. От профессиональных работ до самых простых, выполненных пусть и не очень аккуратно, зато с любовью. И что самое главное, с полным пониманием того, насколько важно сохранить нашу землю. Мы нарисовали эти плакаты, чтобы привлечь внимание людей, чтобы они не убивались животных и брежнее относились к природе. Карандаш, тушь, пастель, гуашь. Перечислять техники, которыми пользовались участники выставки, можно долго. Фантазия ребят не знает границ. Люди, птицы и звери дружно уживаются на плакатах об экологии. Поля леса и зеленые улицы органично поселились на полотнах. Отработанный пластик получил новую жизнь, и теперь это фрукты и овощи. А 12-летняя Лиза Юрцева на выставке представила картину, изображающую улицу старого города Видное. Здесь масляная пастель, и я здесь хотела изобразить дом именно наших видновских улиц, части Видного, именно не новой. Там очень уютно, там достаточно светлые улицы и небольшие дома. Родное место, можно так сказать. А ученики Видновского художественно-технического лицея своими руками сделали красную книгу, где рассказали о каждом исчезающем животном. Иллюстрациями к изданию послужили собственные рисунки ребят. Все это и множество других не менее интересных работ можно увидеть в историко-культурном центре до 30 июня. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.